Ну что, время... 27. Везут, хочу вкладить на него из паса. Типа вот тут, ну, трех часов. Это и есть, и сам этот вокзал, с которого начинался юский год. Вот там мы стояли. Он там. Ну, такая сонная ровная. Да и косо. Ну, как-то так. Продолжим уже, наверное, в самом... в самой мотелке. И все остановочки наши будем снимать прямо до конца нашей цели. За души ула, правда мира, бенгак силула, душа сняла, за души ула, правда мира, бенгак силула, до пункта Волгоград 77,3 километра на автомобиле. У меня пропал мой оператор, мне некому снимать, поэтому я снимаю сам, остался отсюда, не с собой. А что надо было брать? Какой хлеб? В столете. Хлеб белый, не знаю. Хлеб покупаю. Хлеб покупаю. Можно теперь я куплю? Ха, нет. Ну, давай сейчас. А, да. Ну, вот это город Кот. Всем привет. У тебя такое странное лицо, на самом деле. Ну что, пошли? Пошли гулять по парку. Какой, бля, парк? По ми... Не знаю, что это за парк. Я не знаю. Сказал, что я гуляю по парку, да? Ну, вот я на самом деле имел ввиду вот это. Покажи, Кот. Не, ну деревья есть, есть, значит, парк. Кот, ну расскажи мне, вот какие-то, вот эти, вот, эти, примечательности у Кот. Не таких. Вот. Вот. Я так понимаю, вот это центр, да? Ну, типа, да. Покажи, пожалуйста, вот прям вокруг вот так поведи. Ну, может быстрее покажи. Это центр. Центр города. Города. Мы идем как раз в сторону в вокзал. Что же, давайте немножко познакомимся с местными достопримечательностями. Пусть это будут достопримечательностями. Что меня, допустим, приятно порадовало, так это забота о местных жителях, как котовчанах. Я даже не знаю, как... Да. Ну, пусть будут котовчаны. Забавно, да, котовчане? Забавно. Вот это, это у нас поликлиника. Я не знаю, просто заросшие деревья, как в Чернобыле. Подожди. Ну, ладно, это поликлиника. Забавно. Это населенный пункт городского типа. Вот именно, тут ключевое слово всей этой фразы. Типа. Если посмотреть на любую из улиц Волгограда, будет постоянный, бесконечный поток машин. Я еще раз прошу отметить, что это центр города. Вот раз дорога, вот два дорога. Где? И вот мы приближаемся к сложной дорожной развязке, да. На самом деле, проектировщики города Котово порядка трех лет работали над данной развязкой, так как данная развязка является очень сложным дорожным объектом. Что я несу? Тоска объявлений. Вот прям прошу отметить, что прям написано объявление. Успей приобрести своей второй половинке к дню. Не к отню, к дню. Это раз. Восьмое марта. То есть не к дню там международного женского праздника. Модный смартфон в салоне. В салоне сотовой связи связной. У нас действует рассрочка на 10 месяцев без процентов и переплаты. Я так понимаю, они боялись допустить ошибку даже в слове проценты, поэтому решили заменить это просто символом. Это Котовский районный суд. То есть организация серьезная, пошли, а то повяжут. Страшно. Пенсионный фонд России. Куда же без него? Справа от нас находится Пенсионный фонд России. Я тоже без понятия. Работает для... Ты что, не выкинул что ли? Это наши, да? Нет. Кирилл. Улица нефтяников. То есть как бы нефтяники это такие люди как преуспевающие, да? Как бы качают нефть. То есть заработают они неплохо. Посмотрите на эту прекрасную улицу нефтяников. Сразу видно, что нефти в нашей стране до хера. Теперь очень интересное, не то чтобы событие, а интересная вещь, я бы сказал, раритет. Такого нигде не осталось по всей России, но город Котово у нас этих увидел. Это просто шедевр. Посмотрите. Это просто шедевр. Универсальные услуги связи Россвязь ЮТК. Вы просто посмотрите. Вы вспомните то время, когда вы вставляли карточку, набирали номер и звонили. Вспомните это время. Я прошу отметить, что нигде такого больше по России не осталось. И только город Котово сохранил такие прекрасные вещи. Как он назывался? Таксофон? Не знаю. Ну что-то типа того. У нас тоже деревня есть. Тут просто без комментариев. Продолжаем двигаться, продолжаем двигаться. Мы уже, кстати, на подходе к автовокзалу. Не бойся, не бойся. Мы не кусаем. Нет, между людьми проходить. А, хорошо. Вот видите, как это получается. Говорят, что между людьми проходить нельзя. И вот человек не захотел проходить между мной и оператором Виктором. Что? Понравилось объявление почему-то... Ну, начнем с того, что просто бумажное объявление на домах, да? То есть обычно там... Ну, что у нас в Волгограде? Съемы квартир, да? Да, с дачи, съемы квартир, там... Куплю, продам... Там, ремонт компьютеров... Ну, без разницы. Начнем с первого объявления. Города Котово. Многоразовые подгузники. Да, я попрошу прям показать в кадре. Видно, да? Да. Я дословно зачту. Не вызывают раздражение, аллергии. Не нарушают кожного дыхания. Подходят для приучения к горшочку. Окупается за... Один-полтора месяца. Но это не все. Это не единое объявление. Прошу тебя. Первый раз, на самом деле, за свою жизнь вижу, чтобы... Эээ... На... Домах... Рекламировали услуги... Люди, которые занимаются... Откачкой канализации. Откачаем ваше дерьмо в любой момент. В любой. Эээ... И вот мы перелегаемся... Уже приближаемся, точнее... К автовазалу города Котово. Господи, я каждый раз, когда говорю город Котово, мне становится смешно. Закусочная дорожная. Заказ обеда. У них, понимаете, здесь настолько... Продумана технология послушивания клиентов, что у них даже можно заказать обед. Закусочная, дорожная. Забавно, не правда ли? Закусочной, дорожной. Замисленной, дорожной. Закусочной, дорожной. Замисленной... Шелковая трава, И поживала снов. Шелковая трава, И поживала снов. Счастливая трава, Второй день пребывания. Сосновка. Идем гулять, идем гулять. Идем гулять, ты гуляешь, а я как дурак снимаю. Нормальная тема. В общем, идем в сосны. Сначала в сосны, потом к кому поймете? На речку. То есть мы все покажем. Так. Начнем просто. Позволь, я все-таки скажу. Я не могу не сказать. Село Сосновка это элитный поселок, где предоставляются дорогие пентхаусы. Вот, например, справа от нас элитный дом был когда-то. Наверное, был. Может быть. Но вот пока что все, что имеем. Кстати, недорого 100 рублей в сутки. И у вас крыша над головой, если, конечно, вы сами ее натянете. Вот. Ну, две стены есть. Уже хорошо. Ну и, в принципе, то, что я и говорил. Что уехали мы с весны, а приехали просто в зиму. Снега здесь елы-палы сколько. Мы в соснах. Оп-чхарда. Сейчас, секунда. Пойдем. Ну, куда ты меня ведешь. Я просто иду по каким-то... Реально, сугробам. Это реально, это реально сугробам. Все думают, в России уже везде весна, я только в Сосновке просто. Тут Аляску. Я его зачем взяла? Ай! Где псина? Зая, поторопись и не бойся. Не, ну, Зая, поторопись и не бойся. Третий день. Бросим по лесу. Тут какие-то лисы, зайцы, волки. Я уже не знаю, куда она идет. Она три дня куда-то идет. Где лось? Еще и лоси здесь ходят. У нас еще два варианта. Какие? Это последний день. Я больше не выживу здесь. Куда? Вот уже пятый день мы бродим по лесу. И до чего мы дошли, посмотрите. Наш гид хренов. Просто чуть ли не описался от счастья, когда увидел, что здесь лось лежал. Я счастлив. Где твой лось? Вопрос, где мы, а не где лось. Так. Почему никого нет? Это тут же реально не смешно. Ой. 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 Тридцать девятый день. Мы вышли все-таки. Из леса. Непонятно, конечно, где мы. Но, блин, мы вышли. Третий день. Мы решили сходить на Ноловую гору. Ну да. Вот. Пока решили присесть, потому что я задолбался ходить уже. Вот. Сейчас пойдем посмотрим, какие там виды. Здесь мы пролезем по судовому. Да, Виктор? Да. Со мной ты везде пролезешь. Да? Все. Думали, развар что? В miserable movie. Happy рек我說 again! Сегодня у нас новая локация, сегодня у нас не студия и сегодня находится на Мировой горе. На фоне у нас играет хай-фай Перед нами открываются великолепные виды, великолепные просторы Прекрасное солнце светит На самом деле виды реально красивые места Покажи, пожалуйста Сегодня пойдем в духовку И наш официальный спонсор ОАУ Газпром Предоставил нам современный, высококачественный, нанотехнологичный вездеход На самом деле Мы сейчас пришли в духовку Я немножко пьяненький Ну как немножко Я пьяненький Мы долго-долго шли И вот мы пришли Та самая церковь, в которой виднелась горы Где Викос наш уважаемый, благоуважаемый операцию снимал Мы сейчас туда зайдем Сейчас я... Мы зайдем туда Да, мы сейчас туда зайдем О, ты нам остался? Хочешь, что я имею в виду, что делать? И мы покажем все, что есть в церкви Да Покажи рисунки Сейчас, возьми Сейчас, посмотрим Место все разрушили. Просто на церкви рисовать график. Просто вот эти, я не знаю, это вверх деградация. Дегенераты, которые быстро. Что не всегда можно красиво падать. Увалил снег, а в моих глазах 6 минут застывшего ужаса. Видимо, бог так решил показать, что мы люди. Когда нам больно, мы учимся. Мы тоже можем провязать на пропастью. И как тогда? Просто однажды перепутав свой свой. Ехать в никуда потерял... Мы все еще на горе. Я боюсь спускаться. Вот. Я забыл на самом деле, как меня уже зовут и кто я есть. Мне внушили, что меня зовут Марина. Вот. Ну, на самом деле, мне идет Викос? Нет. У меня вымерзли уши, отдай мне ее. Хорошо. На. Ну, как-то так. В штиле хватит. Что, двинули? Я? Не прятать глаза. Пятнадцать. 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 Счаст... Счастливым пацаком. Так... Так... Такого... Как... Я был в пятнадцать. Но! Субтитры создавал DimaTorzok